смотрим дальше ой сколько все покажу вы сейчас все это пожалеете что вопрос задавать смотрите внимательно большинство веток вот таких вот настоящих волчков из почек образуется только когда дерево кричит корову погибаем а вот я взял отрезал прежде этого на прививку ветку что получилось давайте смотреть как и существует зона опасности вот это вот нормальная ветка получилось она плодоносит вот они у нее здесь почка законная вот это двухлетка вот это вот здесь я отрезал однолетку вот это двухлетка она дала однолетнюю то есть еще раз смотрим три года два года вот тут один год и когда почка появляется пусть его тут отрезал потом ниже и где отрезал день отрезал получается раз до расстраиваться 4 ветки они годятся на прививку раз они можно выбрать а я вам потом покажу скелетную ветку но поволоже дерево желательно вот чтобы не 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 такие а вот на такие приводит и получится значит вполне приличный результат а здесь подчеркиваю вот эта ветка родная почка почка была родная дает а теперь обратите внимание почему возле самого среза почему я ненавижу вот эти обрезку на кольцо потому что она умертвое дерево вот эта зона смертельная сюда мороз проник вот до сюда результат обратите внимание я вам специально показываю арсен мы так хотели подробности вы видите вот эти почки вот это особые почки они родятся только на вот он волчок который здесь появился не из почки которая росла то есть и тут не было пусто вместо брать тут не было ничего вот караул и дерево вспоминает о том что у него есть резерв и каждая почка и тут миллиарды может превратиться ветку и дает ветку которая чисто вот она она уже чисто плодовая обратите внимание чисто у нее возможность расти заложено но заложено как уже наоборот запасной вариант мы говорим переводим раствор ветку на плодношение и это будем проходить кто проходили но еще не раз пойдем а здесь наоборот перевод видите на чистое плодношение и вот мы различаем законное и вот та самая которая к сожалению извините на прививку бы нежелательно и привать на нее она не полноценная ее дерево выбросила караул спасай скорее дать урожай не знаю так мне нужно наверно пойти на кухню мы с вами проговорили час и пять минут мне надо подогреть чай вот сейчас я вас замучил там десятки отключайтесь ребята кому это не интересно но кому интересно а у них не будет ошибок при скелетных прививках и вообще прикрыли потому что чтобы появить надо еще где-то чернок и не дай бог вот такой как а куда я пальцем покажу не дай бог вот такой вы уже поняли черенок черенку рознь будем продолжать и варианты запасные типа развития и меток из по из клеток это только когда беда вы везде увидите обрезку везде а тех которые вам говорят режьте 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 вот носить не будут они просто повторяют друг друга и не надо с отрастить не знаю я еще не отошел это был или не был у них такой курс прямо лучше чеку кто-то на экране там в аудитории может быть летние если понятие практика пройдет куда-то сказал вот уничтожьте она растет вертикально вот уничтожьте вы все все ветки не замету интересно это проходит откуда они все это знают вот эту самую подлую систему знаете а как на самом деле не знает никто вы первое кстати скрузим я пошел на кухню incredible м м м м м м м м м Продолжение следует... 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 первый год не имеет цветочек почек. Посмотрели? Это не один пример. Вот это их отличие. Первый год, почему? Это однолетка. Здесь мы говорим, прирост пятого года. Допустим, если это пятилетнее дерево, мы говорим, если четырехлетнее, мы говорим, вот эта верхняя часть, это прирост четвертого года. Вон там помоложе дерево, вот это прирост второго года. Все понятно. А это прирост первого года. Он из почки, он еще никто. И это первогодок. Вот он. Не то, что вот, допустим, вот этому дереву, ну сколько может быть? Ну пять лет, прежде чем оно обломилось. А вылезла, должна, по идее, четыре года там, нет, первогодок вылез. И раз он первогодок, ему не положено иметь цветочные почки. Вот главное отличие Арсен. Смотрим дальше. Ну, здесь уж куда деваться-то, обрезал я. Вот видите, торец. И так как здесь это место повышенной опасности, это место почти было мертво, когда была зима, вот, оно обросло, вот они, цветов нет. Оно обросло, то, с чем мы называем, волшками. Теперь вопрос, все тот же. Можно на него прививать? Ну, нежелательно. Вот обратите внимание, там получше, вот он есть. Но он дальше от опасной зоны. То есть сюда мороз проникал, не проникал. Вот эту вертикальную, ну, если уж очень хотите, прививайте. Раз. Можно ли брать на прививку? Конечно, вот это дальше от страшной раны. Можно вот это все-таки взять. А вот эти не советую. Почему? Все он для вас приготовил. Ну, пока еще один отрезанный. Опять обросло. Теперь вы уже, если бы студент уже был. Да, господа преподаватели? Вот. Это волшки. Вот. Как мы изучали это? По железу изучали. А, ну тогда двойка. И такой может быть. То есть это волшки. Они когда-то все равно заплодоносят. Но позже. А так как они заплодоносят позже, люди, которые ни хрена в садах не живут, не делали, не выращивали сотни миссаженцев, не делали сотни тысяч обрезок. Откуда им знать, что только то, что на этом ветках нет цветочек, не зная их природу, что это из этих, из клеток. Не знаю. Их обвинили в том, что они жирующие, неполоностящие. И тут же немедленно убрать. А скажите, они заплодоносят. А если какая-то часть умрет все-таки рядом, ну, значит, судьба такая. Нахрена их отрезать, а? Тимирязевцы. Тимирязевки. Вот, смотрите, чуть ниже. Видите вот эту ветку? Показанная. Наверное, еще приближу, чтобы понятнее было. Вот это вот родная ветка. Вот смотрите. Вот это, допустим, 3 года. Вот это, допустим, 2 года. Вот она пошла. Видно курсором? И туда за забор. А там она еще раз делилась. Этому 3 года, этому 2 года. Вот этой ветке можно брать там, дальше она вот так, и можно брать на прививку. Эти нежелательно. Но если уж совсем ничего нет, можно и с этой начинать. Но, если вы ее вот тут отрежете, вы увидите, что внутри мертвичина. Они частично, значит, уже загублены морозом. Частично. А у них морозостойкость не та. Только потому, что мороз вот так попадал. А эти нежелики, знаете, как мороз попадает? Через открытые раны. Вы не слышали об этом? Я потом покажу еще раз вашу схему. Самая подлая в мире схема принадлежит Тимирязевской академии. Заявление Железова. Уважаемая экзаменационная комиссия, сегодня не один студент России, дальше можете сами, что не один студент России. Господи, и туда поехал. Что знает наука? Арсен, смотрите. Вот это часть правды. Я доволен тем, что ну хотя бы что-то они знают. Смотрите. Берем побеги. Волчковые побеги. Итак, вот раз это волчковый побег, так, он по данным науки Тимирязевской и прочее подлежит уничтожению. Вы видите, что? Помните, у меня вот тут страшная рана. Откуда он взялся? Тот, кто делал, умнейший человек, он делал вот эту схему. Я ему благодарен, он всё полностью не раскрыл. Он не знает уже то, что даже вы сейчас знаете. То есть он видит, то и поёт, а мы видим глубже. Итак, волчковые побеги. Слово волчковый вызывает что? Желание уничтожить. Ладно. Сильное определение. Вертикально растущие побеги обычно возникают на многолетних ветках из спящих или адвентивных почек. И вот сейчас я раскрываю дальше. Я когда посмотрел, я так обрадовался. Ну почему до конца нельзя было правду рассказать? Они просто не знают. Даже автор вот этого прекрасного схемы. Итак, из спящих. Ну, цитирую сам себя. Когда погибает часть дерева, просыпаются, а на них же ещё и не только цветы, на них ещё и почки роста, и ветки ростовые. Часть дерева погибает, замёрзла, отломалась. Просыпаются спящие. Они немножко не совсем полноценны. Будем проходить. Но всё-таки это спасение дерева. Не может дерево полностью обеспечить себя стопроцентно мощными почками. Поэтому спящие, они не всегда нужны. Это резерв главного командования. Это как тыловая часть, в которой солдаты не стреляют редко. И вообще спят после обеда без того, чтобы заниматься гимнастикой или стрельбой. Вот они такие. Их по ошибке тоже называют волчковой. Видите? Спящие почки называют волчковой. Вот они. Это не всё. Когда я прочитал, все суслов не упал. Адвентивные почки. Я думаю, что же это такое? Адвентивные. Дурак дураком. Итак, ну, в целом, за волчками это же я, и у меня же приказ, знаете, в чём? Что у меня нет этого, как их называют, титров. А я что, это? Давайте, будет титр, платите. Помогайте, я же тоже плачу. В курсе, что мне это недаром уходит. За волчками закрепилась слава и приговор неплодоносящий. Один год подождать. То есть, человек больше одного года в саду никогда не был. Итак, вот оно слово, адвентивные почки. Я так обрадовался. Адвентивная почка, приходить, приступать, почки, возникающие на необычных местах. Например, на листьях в бегоне, на корнях у тополя, одна из которых пеномидально раздражается исключительно адвентитивными почками. Поняли? То есть, вот это вот и есть адвентивная почка. Вот. Но, перечислили вот это вот, они ничего не знают о почках, которые, надо было через запятую, которые уже, это, тут называется из адвентивных почек, а надо было из адвентивных, даже не почек, а сразу писать. Клеток. Ведь вот это всё из клеток, возникающие в необычных местах. Значит, из клеток. Прямо на листьях. С чего бы на листьях вдруг появлялись ветки? А мы до сих пор, я вам показывал, вспомните, там цветок, да, абрикосный абрикос. Наш человек, может, он меня слушает сейчас. Я сейчас, мне и найти-то трудно будет. И через цветок, ветка через цветок пошла. Вот она-то и есть адвентивная. Но там не почка, там клетка. А они этого не знают. А в новом садоводстве будут знать. Это очень важно. Почему? Итак, назначение, роль. Рисунок взяли, сделали два. Здесь на старой ветке. Правильно? Всё верно. Вот. А здесь на горизонтальной ветке. Желание расти вверх, к солнцу. Вот дикость современной науки, которая заставляет уничтожать вот эти вот, вот эти ветки вертикальные, заключается в том, что они, даже если вот эта горизонтальная часть, видите, написано, горизонтальная, даже если абсолютно цела и должна расти в бок, в бок, в бок, это ненормально. Дерево всегда стремится к солнцу. Наклоните его ветку и полезет вот так. Почему этого до сих пор не знают? А вот эти вот всё приговорены. Назначение, роль, вот эти вот, правые, появляются при ослаблении роста побегов из верхушечных почек. А почему ослабевает рост побегов? Сколько надо, столько растёт. Значит, что-то мешает. Следствие, подмерзаний, поломок, сильные обрезки. А тут, а то их давай уничтожать. Ведь любой, вот эти все эти темирязевки, я вам всё покажу, других темирязевцев, что вы творите-то? Да хрена вы не понимаете даже то, что ваши, это кто-то учёный писал, это не я. Сильная обрезка, поломка. Они заменяют то, что обрезано, то, что поломано. Заменяют. Их нельзя отрезать. Сильная обрезка. Сильная обрезка. Солнце за фотосинтезом. Плюс просто старение. Видите? Всё, перевели на нормальный язык. Продолжение следует...